Бисмиллахи ррахмани ррахим Бисмиллахи ррахмани ррахим Бисмиллахи ррахмани ррахим Бисмиллахи ррахмани ррахим Бисмиллахи ррахим Бисмиллахи ррахим Бисмиллахи ррахим вреда, кто-либо помимо Аллаха или вместе с Аллахом. Никто такое не скажет. Даже если это будет человек настолько невежественный, который делает Аллаф вокруг могил. Аллаф вокруг могил. Даже, например, делает Аллаф вокруг могил. Какое есть решение шариат по данному вопросу? Это храм. Правильно же? Но тем не менее, Аллаф вокруг могил. Является ли это ширком? Нет. Почему? Потому что Аллаф это не относится к поклонениям тому предмету, вокруг которого мы делаем Аллаф. В данном случае, если, например, Аллаф вокруг могил, было бы поклонением могилам, то все мусульмане, которые совершили хадж, оказались бы многобожниками, потому что поклонялись Каабе, а не Аллаху. Потому что они делали Аллаф вокруг Каабу. Поэтому здесь нужно хорошо разобраться. Нельзя путать вопросы, которые касаются фикха, с вопросами, которые касаются Ак-Иды и с вопросами этого суфизма. Это разные вопросы. Это разные науки. Абсолютно разные науки. Поэтому, когда мы касаемся вопроса Тавасуля, вы не найдете ни одного человека, который настолько невежествен, что его вопрос Тавасуля касался бы вопроса Ак-Иды. Потому что никто не убежден, что может принести пользу или же оттолкнуть вред кто-либо помимо Аллаха или вместе с Аллахом. Все знают то слово, которое есть, то выражение, которое есть, ульху, которое мы учим, это сура, которое мы учим первым своих детей. Аллаху самад. То есть, Аллаху максуду фельхаваджи. Все нужды, все просьбы, все, что мы получаем, получаем от Аллаха. Это знают все мусульмане. Это первый вопрос. И теперь, да, например, и тавасуль. Касательно тавасуля здесь есть несколько вопросов. Например, да, здесь есть несколько разделов тавасуля, насчет, которые нужно рассмотреть. Например, тавасуль посредством имен Аллаха. Посредством, да, качеств Аллаха. Вот, насчет этого тавасуля среди мусульман нет никаких разногласий. Все мусульмане однозначно принимают тавасуль посредством имен Аллаха и посредством его качеств. Это вопрос муджмай алейхи. То есть, есть иджмай. Второй вопрос, который касается тавасуль посредством благих деяний. То есть, да, всем известная эта история, которая упоминается в этой же книге Риалдусу Алихин в начале же в Бабу-ль-Ихлас. Там упоминается хадис про троих мусульман, которые попали, зашли в пещеру, упал, потом упал камень и закрыл вход в эту пещеру. И они попросили посредством своих благих деяний. Каждый обращался к Аллаху. То-то такое-то такое-то деяние, которое я совершил. Если я совершил его ради тебя, то помоги нам, то убери этот камень. И Всевышний убирал этот камень. Вот этот вопрос тавасуль посредством благих деяний, тоже насчет этого нету разногласий среди ученых. И здесь уже идет вопрос касаясь последствия кого-либо методу посредством кого-либо уже, посредством завад, посредством человека, не деяния, а посредством человека. И делать таваслю inside посредством кого-либо, например, делать таваслю посредством пророка Мухаммада Делали тавасыр последствием пророка Мухаммада? Конечно, делали. Делали тавасыр последствием других людей? Конечно, делали. Например, вот этот известный хадис, где мы говорим, «Аллаху ма инния асалука бихақ исаа илийна алейк» «О, Аллах, я тебя прошу последствием тех, например, хақа, тех людей, которые обращаются к тебе». Идет тавасыр беззавад. То есть, последствием тех мусульман, которые обращаются к Аллаху. И здесь уже, допустим, есть уже небольшой момент. Например, конечно же, этот вопрос среди ученых, в этом вопросе не было разногласий. Единственный человек, кто чуть-чуть, например, вот это единство, это сделал, например, от этого единства отошел, это был Айзу бина Абдуссалям. Он говорил, можно просить биджа, то есть, посредством достоинства, пророка Мухаммада, алейсалалалу ассаляму, но последствием остальных людей нельзя. Но это был вопрос, который сказал только Айзу бина Абдуссалям. Неужели вы думаете, что все остальные ученые не поняли этот вопрос? Они не знали его. Все салифу салих, все три поколения, и последствием те ученые, которые были последующим этому, они не поняли, а поднял лишь Айзу бина Абдуссалям, хотя Айзу бина Абдуссалям был султану л-улама, один из выдающихся ученых, аалим, которого мы уважаем и любим, но этот был вопрос, в котором он отошел от единства, от вопроса, имеется в виду, где есть большинство ученых, насчет которого у них нету разногласий, у большинства ученых. И теперь, делать тавассу последствием пророка Мухаммада, алейси салям, при жизни и после его смерти. Вот это есть вопрос, который возник уже в 8 веке по хиджре. Это уже период Ибн Тайми. Так как у нас сейчас период перемирия, нужно, наверное, обзываться максимальным уважением. Так же, да, Рабхаши? Как вы говорите. Так и будем делать, иншалам. И теперь, насчет этого вопроса. Опять-таки, тот же вопрос, да, например, вопрос тавассу для последствия пророка Мухаммада, алейси салям. Давайте мы разберемся здесь. Если мы делаем тавассу последствием кого-либо, мы просим ли, о Аллах, я тебя прошу ради жизни пророка, алейси салям. Мы так просим? Нет же? Для того, чтобы вот этот период заканчивался на периоде жизни посланника Аллаха, алейси салям, и заканчивался с его жизнью, да, заканчивался с наступлением его перехода в мир вечный, да, чтобы он вот это дозволено, чтобы заканчивалось. Мы что, просим посредством его жизни, что ли? И этой жизни уже нет? Нет же. Мы просим посредством того достоинства, которое есть у посланника Аллаха, алейси салям, перед Всевышним. И посредством, когда рассматривается вопрос тавассуля, здесь есть хадис, который очень часто поднимают, хадис лорир. Этот хадис, он достоверный, и сам Ибн Таймия ссылается на него, и считает этот хадис достоверным. И неужели вы думаете, что те последователи Ибн Таймия, которые были после него, они были более, лучше разбирались в этом вопросе, или были же были более ревнивыми в вопросах уточнения данного этого хадиса? Нет. Этот хадис, не только Ибн Таймия, и остальные ученые, ученые Агл-Сунна посчитали хадисом достоверным. Из-за Касра Тут-Урук, из-за того, что этот хадис рассказывается множество этих цепочек, и хадис, который его приводит об Аране, тоже, по-моему, об Аране, его приводит с достоверной цепочкой. И теперь вот этот хадис, достоверный хадис, который все знают, один раз посланник Аллаху, сидел вместе со своими сподвижниками в кругу этих сподвижников. И в это время пришел слепой человек и обратился к посланнику Аллаха, алейх, слепоту. И в этом случае этот посланник Аллаху, алейх, что сделал? Посланник Аллаху сказал, иетиль милла, пойди в место, где делается омовение, соверши полное омовение, то есть, имеется в виду, не полное, а малое омовение, имеется в виду, тщательно, затем пойди, говорит, в мечеть, сделай два ракаата, и после этого обратись к Аллаху следующими словами. Здесь несколько ревайтов, в общем, основной ревайтов такой. То, о Аллах, я тебя не асалю, я тебя прошу, и тебя прошу посредством, я обращаюсь к тебе посредством пророка Мухаммада, и далее он говорит, о Мухаммад, я обращаюсь, я прошу Аллаха посредством тебя в той нужде, например, чтобы Всевышний исполнил мою нужду. И этот человек, этот старик, который был слепым, пошел вместо омовения, совершил омовение, пошел в мечеть, совершил намаз, попросил Аллаха, и этот сподвижник, который передает этот хадис, Усман, они говорят, мы, говорит, не встали с этого маджлиса, мы, говорит, пока еще там же сидели, пока он сделал омовение, говорит, совершил намаз, попросил Аллаха, вернулось к нему его зрение, и он вернулся зрячим. Он пришел зрячим. И здесь, да, сам посланник Аллаха, алей сетя ассалям, научил его именно этой мольбе. И теперь некоторые говорят, это касалось именно жизни посланника Аллаха, алей сетя ассалям. Ну, есть правила, там, усули, например, да, любое уточнение, если мы говорим об особлении, если, например, какое-то правило, мы говорим, это касается именно этого, а не того-то, это нуждается в доказательстве. А такого доказательства нет. Значит, такое, имеется в виду, такая претензия является неправильным. Неправильным. И теперь, далее поднимается вопрос, например, да, теми же людьми, но, извините, извините, говорят они, а тавасан можно делать только лишь посредством пророка Мухаммада, алей сетя ассалям, но не остальных людей. Извини, подождите, подождите, давайте посмотрим. Хадисы, да, тот же сборник Бухари, Бабуль, этот, раздел прощения дождя, Бабуль Сиска, и там есть хадис, который вы все хорошо знаете, хадис Бухари, который приводит, где, когда посланник Аллаха, алей сетя ассалям, не было, Амммарамада, это имеется в виду, 17-й год по хидре, то есть, год пепла, который назывался, 9 месяцев не было дождя, по арусскому полуострову, фактически, все было выжжено, и в это время, и они вместе с Аббасом, они пошли на поле, нет, это не Аммарамада, я извиняюсь, это другой, это был другой, этот Аммарамада был другой случай, когда они просили дождя, вместе с Аббасом, Аммар, вместе с Аббасом, они пошли на поле, вместе с остальными мусульманами, и этот Аммар как попросил? Аммар сказал, о, Аллах, мы раньше просили тебя, посредством пророка Мухаммада, алей сетя ассалям, сейчас же просим тебя, посредством Аммара, дай же нам дождь, посредством Аббаса, да, то есть, а сейчас же мы просим тебя, посредством Аббаса, дай же нам дождь, Умар не знал, что посредством пророка Мухаммада можно просить, а посредством Аббаса нельзя? Нет же. И здесь опять-таки возникает вопрос, почему он попросил, они говорят, вот этот хадис указывает на то, что после смерти, имеется в виду, просить нельзя. Нет, нет, подождите. Вы откуда берете вот такое доказательство? Почему? Потому что в усули есть правило, оставление какого-либо действия, оно не является доказательством, если вместе с этим оставлением нету какого-то признака того, что он отвернулся из-за запретности. Если этого признака нету, то оставление только лишь из-за того, что человек оставил какое-либо действие, оно не указывает на запрет. Нет, это вещь известная в череде усули фикх. И теперь, там же, например, опять-таки идет, например, тот же хадис. Почему, например, и помимо этого правила усули, есть же хадис, где один из подвижников, этот, пошел к Беляль бин Хариф аль-Музани, пошел к могиле посланника Аллаха, и обратился к посланнику Аллаха, и сказал, о, посланник Аллаха, попроси дочь для своей общины, а если они погибают? Этот хадис достоверный, его приводит ибн Хаджар аль-Аскалани, в том же, бабуль истиска, если кому интересно, мы можем показать, фатфульбари, постоверной цепочкой. То есть, один из подвижников пошел к могиле посланника Аллаха, и попросил посланника Аллаха сделать непосредственно истиска, то есть, попросил посланника Аллаха сделать дуа о том, что пошел дочь. И этот Беляль бин Хариф аль-Музани, после того как, да, попросил так, пришел домой, говорит, и ночью ему приснился посланник Аллаха, и это был именно, вот этот случай был Амур-Рамада, то есть, в год пепла, именно вот это время, когда мы говорили, 9 месяцев у него было дождя, полностью все было ужина, несколько раз просили, дождь не шел. И этот подвижник пошел к могиле посланника Аллаха, и посланник Аллаха явился к нему во сне и сказал, ты передай салам Умару, и ты скажи ему, чтобы ты старался. Хорошо, этот Беляль бин Хариф проснулся, пошел к Умару и рассказал то, что ему передал посланник Аллаха, во сне и сказал, и Умар что ответил? Аллаху ма ма алю, и ла ма аджисту ангу. О Аллах, я не допущу халатности, насколько я смогу. Насколько я смогу, я не допущу халатности, сказал Умар. И когда мы приводим этот хадис, некоторые говорят, а у юцевики приводят доказательства сон и так далее, подождите, подождите, мы же не сон приводим доказательства, хотя в этом сне, во сне приснился посланник Аллаха, мы приводим доказательство что? Приводим доказательства, случай, что один из подвижников пошел и попросил посланника Аллаха. И также этот случай был доведен до кого? До Умара. Умар, когда ему пришел, этот спаденец сказал, я пошел к могиле посланника Аллаха и попросил его, чтобы он попросил дождь. Если бы это было ширком, или если бы это было харамом, что Умар промолчал бы? Нет, Умар сказал бы ему, эй, ты совершил ширк, произнеси шахаду, или ты сделал харам, пойди покайся Аллаху. Умар сказал так, нет, это указывает на что? Умар, 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 Умар-фарук, отделяющий истину от лжи. Неужели вы думаете, посланник Аллаха, а.с. обучил его, как надо испражняться и очищаться, и не обучил ему, что является тавхидом и что является ширком? Неужели мы так думаем? Нет. Поэтому здесь нужно понять, что Умар не возразил этому. Этот хадис приводит множество ученых в своих книгах. И никто из этих ученых не говорит, что это ширк или харам. Если бы кто-либо, просто так он передает, если бы он считал, что это недозволено, промолчал ли бы ученый, мусульманин, на что-либо из харама? Он не имеет права молчать? И теперь, когда мы приводим этот хадис, нам говорят, да? Ну, извините, вот этот хадис приводится от Малику Дари, от Малику Дари, от Таби'ин. Аль-Хафид Загаби сказал про него, что он маджгуль, что этот человек неизвестный. А хадис, который передан от неизвестного, он не может быть достоверным. Подождите, подождите. А вот этот хадис, который мы так говорим, что слова Аль-Загаби и про Малику Дари, он говорит, я этого человека не знаю, говорит имам Аль-Загаби. Означает ли, что то, что имам Аль-Загаби не знает данного человека, что этот человек тот, на которого нельзя опираться? Нет. Почему? Потому что этого человека Аль-Малику Дари, ученые в науке хадис, которые уточняют, на этого человека можно полагаться или нет, они его говорят Аль-Вабд-Уль-Адли, то есть человек, который точно букву в букву передает то, что он слышал, и является никогда, имеется ввиду, не проявляет в этом халатности. Как оценили его непосредственно ученые Джархилу Аль-Та'диль. Вместе с этим, хотя имам Аль-Загаби не знал, кто был Малику Дари. Малику Дари был хадзину Умар. Этот человек был, которого Умар в то время, когда он был халифом, поставил, имеется ввиду, казначеем, главным казначеем. Халифа-то был. Неужели Умар выбрал бы человека, у которого была проблема с памятью, или же какая-то была проблема с честностью, поставил бы главным человеком Умар? Умар, неужели не знал того человека, который тут остался? Имам Аль-Загаби может быть не знал, это не проблема, может кто-то не знает про кого-то. Но Умар-то его знал, Умар-то его считал этим человеком правильным. Поэтому вот такое возражение, оно неправильное. Оно то возражение, на которое нельзя опираться. И теперь, возникает вопрос, например, они говорят, ну извините, мертвые же не помогают там помимо Аллаха, мертвые же вместе с Аллахом. Подожди, подожди, когда мы говорим помимо Аллаха, или же говорим вместе с Аллахом, какая разница между живыми и мертвыми? Какая разница? Что, вместе с Аллахом живой, что ли, помогает? Или же помимо Аллаха помогает живой? Если человек так убежден, так считает, его акида, она нуждается в обновлении, он должен заново произнести шахада. Он должен заново прийти в ислам. Вот здесь такое возражение, кто делает? Вот пусть он уточнит, да, разберется со своей акидой. И теперь вопрос идет, который очень часто поднимается, допустим, да, например, вопрос, когда некоторые, да, например, естественная видеосъемка, почти у каждого, например, можно обнаружить его, левого, там они говорят, вот видите, тут рядом с могилой, там, Махмуда Афанди, там обращается к Махмуда Афанди и так далее, и так далее, просит его, чтобы он помог вместе, когда он будет проходить через седат и так далее, и так далее. Это вот, 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 явный, самый яркий пример Ширка. Подождите, подождите. Первый вопрос. Человек, который обращается, пошел к могиле и обращается к мертвому. О, да, например, мой дедушка, допустим, попросил Аллаха, чтобы он просил мне мои грехи. Когда человек так просит, этот человек, он убежден, во-первых, что Всевышний дал этому человеку возможность услышать его. Опираясь на определенные хадисы, хадисы, например, да, хадис, где говорится, что каждый мертвый слышит топот сандалий тех людей, которые ходят с его могилой, и так далее, и так далее. То есть, мусульманин, большинство ученых, большинство, джумхуру, ахли сунна, большинство ахли сунна считает, как приводит имен хаджер Аль-Аскалани, считает, что мертвые слышат. И человек, который пришел на могилу, он убежден, что мертвые слышат. Это является Ширком? Нет. Как может быть убежденность, что мертвые слышат Ширком? Он считает, что Аллах дал ему эту возможность. Он считает, что Аллах дал этому мертвому возможность слышать. Из-за того, что он так считает, что Аллах дал ему такую возможность, человек попадает в Ширк? Нет. Значит, из-за того, что мы будем убеждены, что мертвые будут слышать нас, это же не может быть Ширком? Нет, конечно. Второй вопрос. Этот человек, кто стоит рядом с могилой и обращается к мертвому, он убежден, что Всевышний дал этому, тот человеку, который переселился в мир вечный, возможность просить, делать, обращаться к Аллаху с дуа. Некоторые могут спросить, ага, опираясь на что вы так говорите? Опираясь на хадис, который приводит Абарани, где говорится, что двое из подвижников поставили палатку в одном месте. И в это время, когда они находились в этой палатке, они услышали чтение Суры Аль-Мульк. Суры Ту-Табарака. Когда они пошли к посланнику Аллаха, посланник Аллаха сказал, «Я надет у Аль-Мунджия». Это Сура, которая спасает. То есть, они, оказывается, поставили эту палатку на могиле одного из подвижников. Они не знали об этом. И они слышали, что как этот человек, который переселился в мир вечный, читал эту Суру Аль-Мульк, будучи в своей могиле. Приводит Абарани с достоверным этим и снадом. Теперь вернемся опять-таки к этому человеку. То есть, человек, который обращается у могилы к мертвому, он убежден, что этот мертвый слышит. Раз. Что Всевышний дал ему такую возможность. То, что Всевышний дал ему такую возможность, может являться ширком? Нет. Во-вторых, он убежден, что Всевышний дал этому мертвому просить. Это может быть ширком? Нет. А что же там ширк? Обрисните мне, что там есть ширк? Если кто-либо поклоняется этому мертвому... Да, это в любом случае... Если человек... Знаете, поклонение мертвому – это ширк, а поклонение живому – это не ширк. Так бывает разве? Нет же. Поклонение в любом случае кому-либо помимо Аллаха – это и есть ширк. Это и есть ширк. Без разницы. Поклоняется кому? Живому, мертвому, большому, маленькому, там, бутылке или чему-то еще. Без разницы. Если кто-либо поклоняется чему-либо помимо Аллаха – это и есть ширк. И теперь здесь опять-таки задают вопрос. А, подождите, а зачем просить Аллаха посредством кого-либо? Что, Аллах нуждается в посредней числе кого-либо? Подождите, это хороший вопрос. Аллах нуждается ли в посредней числе кого-либо? Что Аллах… А в чем нуждается Аллах? Аллах нуждается в нашем намазе? Если, например, Аллах не нуждается в посреднике, убрали посредника. Аллах нуждается в нашем намазе? Нет. Аллах ни в чем не нуждается. Аллах уль-ганни. Корейсо-Курани. Аллах не нуждается в посреднике? Так, не нуждается в намазе. Оставили намаз, что ли? Нуждается в нашем посте? Нет. Пост? Нет, это неправильное правило. Извините меня. Здесь, а почему же тогда, зачем же вот это нужно, обращаться к Аллаху посредством кого-либо, посредством кого-либо. Это есть тот адаб, та этика, которую нас научил. Кто? Значит, пророк Мухаммад, посредством этого слепого. Он его научил как? Он же не сказал ему, пойди попроси Аллаха прямо. Он сказал ему, пойди попроси Аллаха посредством кого-либо. Зачем? Что означают эти слова, когда человек просит Аллаха посредством кого-либо? Это означает, о Аллах, я, например, понимаю, что ты меня слышишь, я понимаю, что ты рядом. Они говорят, Аллах слышит, Аллах радят. Я это понимаю, но я понимаю, что я недостоин, как раб твоего ответа. Почему? Всевышний говорит, вы просите меня, я вам отвечу. Так говорит. Но для того, чтобы у этой просьбы иметь свою этику, иметь свои правила. И мы понимаем, когда я делаю тавасы, я тем самым говорю, о Аллах, я знаю, что у этой дуа есть свои правила, есть свои этики. И я понимаю, что я не могу это выполнить. Я не выполняю их. И я не достоин твоего ответа. И я тебя прошу, ради такого-то твоего любимого раба, ради нашего любимого пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Вот это и есть та этика, которая нас научила посланник Аллаха. Именно поэтому. И, например, некоторые говорят, что они только тавасы делают. Нет же, мы не только же тавасы делаем. Мы иногда делаем тавасы, как та этика, как то правило, которое нас научил посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И еще один вопрос. Вернемся опять-таки к вопросу истигата или недообращения к кому-либо помимо Аллаха. Теперь есть хадис. Хадис у Шафаа. Хадис заступничества. Хадис достоверный, его приводит Бухари. Он настолько достоверен, что он близок к степени таватура. Степень таватура – это самая высокая степень достоверности хадиса. Хадис у Шафаа, он близок к степени таватура. И что говорится в этом хадисе? Этот хадис вы все же знаете. Как в Судный день все будут стоять, в этом месте, вместо с ним Махшар будут стоять, и вот это солнце печет, и все боятся, и проходят тысячи и тысячи лет. И они боятся, куда же нас отправят. Как же произойдет наш хисаб, наш отчет. И в это время все люди идут и обращаются к пророку Адаму. О, Адам, попроси Аллаха, чтобы он начал отчет. И что говорит Адам? Он говорит, я, говорит, сел из этого дерева, которому мне было запрещено сесть. Идите к другому. Разве Адам говорит, не, не, нельзя, вы что? Это же ширк. Это же... Ширк, он и в этом мире, и в том мире один. Без разницы. Разве это говорит Адам так? Разве так предается в этом хадисе? Нет же. Пророк Адам говорит, что идите к другому. Не говорит, идите Аллаху, просите его. Идите к другому. Затем, и эти мусульмане идут раз за разом к каждому из пророков. Идут к пророку Ибрагиму. Пророк Ибрагим тоже говорит, да, рассказывает то, что он совершил, то. И говорит, идите к другому. Идут, обращаются к пророку Мусе. Он тоже говорит, идите к другому, вспоминает свою ошибку. Затем идут к пророку Ибрагиму, он тоже говорит, он не говорит про свою ошибку, он говорит, идите к другому, идите к пророку Мухаммаду. И когда они приходят к пророку Мухаммаду, пророк Мухаммад говорит, ана ляга. Он говорит, я тот человек, который делает этот шафар. И что кто-либо из этих пророков не возразил бы, если это было бы ширком? Почему именно в каком-то промежутке что-то является ширком, в каком-то промежутке не является ширком? Ширк это поклонение кому-либо помимо Аллаха. И оно ширк всегда может быть только лишь ширком, или может быть не ширком. То есть, вот вопрос, может быть, или ширком, или не ширком, ничего третьего нету. Понимаете же? И теперь, вот этот вопрос, да, когда все обращаются к пророкам, да, к пророкам, и в конце обращаются к нашему заступнику, к нашему любимцу, к нашему саиду, пророку Мухаммаду, алейхиссарату ассаляму, посланник Аллаху, алейхиссарату ассаляму. Обращается к Аллаху, и начинается этот отчет. И здесь, когда мы говорим про шафа, ученые говорят, что шафа делается в пяти местах. Первый шафа делал только шафа Мухаммаду, алейхиссарату ассаляму. То есть, первый шафа, когда касается начала отчета. Кто-либо, если бы попросил бы помимо пророка Мухаммада, Всевышний не принял бы этот шафа. А остальные виды шафа, Всевышний принимает и остальных людей. Остальных пророков, любимцев Аллаха Аулия, например, сподвижников, хуфазов, то есть людей, кто знает Коран наизусть, шахидов и этих благих мусульман, салихинов. И где это делается? Во-первых, когда будет делаться хисаб, когда, имеется в виду, будет делаться отчет. Когда, во-вторых, когда будут даваться вот эта книжка справа, слева или со спины, тогда тоже будет приниматься шафа. То есть, делается хисаб, плохих деяний стало больше. И посланник Аллах Алиссаляму говорит, о Аллах, прости этого раба. Этот человек должен был сперва попасть в ад. Посланник Аллах Алиссаляму попросил, и его не отправляют сперва аду, отправляют прямо в рай. То есть, вначале делается, чтобы вошли в рай без хисаба, второе, когда взвешиваются деяния, потом, когда подается непосредственно вот эта книга справа или слева, затем, когда проходит через место сират, и в конце, когда уже люди находятся в аду, и тогда тоже уже еще время пребывания в аду не закончилось, и будут просить, посланник Аллах Алиссаляму будут просить, остальные будут просить, чтобы освободили раньше времени, как из тюрьмы досрочно освобождают, так же освободили до срока, имеется в виду полного наказания. И в этом случае, этот шафа делает не только пророк Мухаммад Алиссалям, и делает и остальные люди, остальные прородники. И вот вернемся к тому случаю Мухаммада Алиссалям, и когда они просят, просим тебя пройти через сират. Вот этот человек, кто так просит, Мухаммада Алиссалям, он не говорит, Аллах меня будет скидывать в огонь, а ты меня не пускай. Он же не это имеет в виду. И настолько же он невежествен. И любой человек, кто говорит это, он знает это всеми фибрами своей души. Не скажу, одни места он знает. Будет некрасиво. Понимаете же? И что он имеет в виду? Мы же сказали, что ученые делают шафаат в этих местах. Он просит этого шафаата, если у Всевышнего им даст возможность, и этот ученый сделает шафаат в этих местах. Вот что там имеется в виду. И вопрос, да, Нидаа, вопрос, например, этого вражесского вопроса Нидаа, есть, например, книга Ибн Тайми, которая называется «Аль-Калим-Ут-Ойеб». Аль-Калим-Ут-Ойеб в этой книге Ибн Тайми говорит, что человеку желательно из-за хадират риджильгу, то есть, вот этот, как называется, когда затекла нога, скажем так, да? Когда затекла нога, человеку желательно что сделать? Крикнуть имя самого любимого человека. И когда вот так сказали, и там приводится хадисы, например, да, Ибн Аббаса и Ибн Умара, когда затекла нога одного из них после смерти посланника Аллахаск, он сказал, крикнуть имя одного самого любимого человека, он крикнул, я Мухаммад. Он левит большинство пророка Мухаммада. И его нога сразу прошла. То есть, да, вот это. И что? Ибн Тайми приводит, да, вот эта история в приводе говорит, что это желательно. И что теперь получилось? Ибн Тайми же учит, не да, у к мертвому. Ибн Тайми же понимает здесь, что это не ширк. Здесь вопросы, да, вопросы большие. Можно, конечно, их много-много повторять. И, разрешаясь, например, к вышесказанному, нужно понять одну вещь. Вопросы Талхида, вопросы Талассуля, вопросы Истилахи среди ученых, они были обозначены в первых веках. Это вопросы, которые касаются Талхида, и те вопросы, которые близки к Талхиду, как-то соприкасаются с ним. Эти вопросы, они были разъяснены в первых веках. И не может быть так, чтобы что-либо из вопросов единобожия, или вопросов, которые близки к единобожию, сподвижники не проявили в этом ревность, а потом мы и начнем проявлять в этом ревность. Имейте адапт к сподвижникам. Имейте адапт к тем ученым, которые были до нас. Почему? Потому что посланник Аллаху, алей-салям, говорит, что перед концом света будет что? Будут люди, которые будут делать ля'ану, будут проклинать тех, кто был до них. Некоторые из людей, так называемых, Усмана бнуху-наифа, одного из выдающихся сподвижников, которого Умар поставил халифом одной местности, когда он был, они его обвиняют в черкве. Видите ли? Он сказал, что можно делать истегасу посредством пророка, у паса Николая после смерти. Это что, не ля'ан? Это что, не проклинание? Если это не проклинание, какое вы можете найти другое проклинание? Скажите мне, пожалуйста. Поэтому вопрос истегасы, талахида, ширка, мы когда говорим, да, например, вот это правило, которое они нам твердят, всегда это, да, например, давайте будем следовать за салфами. Салфами как считали? Считали, что это ширка? Нет. Считали, что это истегаса или же талахида, харам? Нет. Нет. Они делали это, пообеждали друг друга к этому. Поэтому мы будем держаться в пути этого салфа. А не мутасадь лифа. А тех людей, которые считают, что они последуют для салфа. И им тоже было бы, конечно же, желательно обратить внимание на этот вопрос. Дай Аллах нам всем объединиться, как здесь, так же объединиться нам всем рядом с посланником Аллах, алей салам, в раю. Дай Аллах, чтобы мир и процветание наконец-то наступили на нашей благодатной земле, Тагистана. Дай Аллах, чтобы всякие смуты и фитны обходили нас всех, всю исламскую уму. Ибо в конце сказано, что перед концом света мусульмане будут как тот мусор, который несет вот этот сайлю. Как будет? Ну, как поток воды, который несет мусор. Может ли этот мусор противостоять этому потоку? Нет. Поэтому есть огромные места, есть огромные политики, огромные вещи, которые противопоставлены против мусульман. И, конечно же, на данный момент мусульмане поставлено такое положение, что не смогут сами противостоять в этих действиях. Но нам не следует забывать о том, что говорил Саид Афанди, Одесса Сирогов, в одном из мудилистов. Тот Аллах, который заставил фараона воспитывать мусульмане. Всевышний заставил фараона воспитывать мусульмане, который его самого убит у себя дома. Так же? А сейчас какой Аллах? Тот же Аллах, сейчас тоже. И как бы ни старались враги Аллаха, истина, она будет всегда наверху. И, иншаалу рахман, она победит. Ас-саламу алейкум. Ас-саламу алейкум.